Вудра, оказывается, не такая дыра. Хм, хм. Мне стойкое ощущение, что чедра тебе сейчас помешает. У тебя шерсть и копыта. Из каких-то поршель ты стоишь такими привередливыми, а? Эх, шерсть и копыта. Но ничего, мы можем поиграть в неверную наложницу и соблазнительного фавна-искусителя. Ты вонючий фавн. Так, во-первых, я гость твоего короля. А во-вторых, за эти слова тебе сейчас придется хорошенько извиняться. И я даже знаю, как. За шлюху ты ответишь. Ты? Вы? Принцесса не такой уж дырный. Чей ты гость, казалось бы? Соблазнительная принцесса Ириса, ваше святейше, что я гонец, гонец из Маннигарда. Я, Маринс, собственно, два дня скакал, не покладая копыт, то есть ног к вам из Вудер, скакал и прискакал, чтобы передать вам письмо. Просто ваша стража, она приняла меня за, так сказать, за принца. Я им говорю, давайте я вам покажу, разверну грамоту, и вы все сами увидите. Так вот, собственно, письмо. Наш предсвятейший Сазарал просил вашей светлости передать вот это письмо. Да, он там согласил вам брак, там все такое. Какая у вас будет свадьба? Какая у вас будет свадьба на все две страны? Ух, закачаешься. Ты меня осквернил, никакой свадьбы не будет. Из-за этого недоразумения? Я могу ничего никому не рассказывать. Вообще, мы можем не говорить, что мы виделись, тем более голыми. Стража принцесса в опасности. Стойте, стойте, подождите. Причем, зачем стража? Скоро вы приедете к нам, а там все просто это за рамки поведения. Это нормально, это норма. Мы вообще с принцем рассказываем друг другу, знаете, что такое. И показываем, главное. Стойте! Стойте! Стойте, последнее желание. Оно полагается каждому человеку. Последнее желание. Принцесса, ну... О, господи. Ирис, я хотел бы умереть с гербом... с гербом... Маннигарда. Для этого мне нужно надеть кафтан. Гербом... 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 Продолжение следует...